МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это базовое право людей выражать свое мнение, обращаться к государству и выходить на мирные акции протеста. Посол США в России об отношениях между двумя странами. Основной поток дел, связанных с публичными акциями, проходит через довольно небольшую часть судейского сообщества. Что ждет демонстрантов в российских судах? В Ростове-на-Дону суд приговорил к 4-м годам колонии условно, активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко. Ее признали виновной в сотрудничестве с нежелательной организацией. Прокуратура просила для нее 5 лет колонии. Шевченко виновной себя не признала. Шевченко – преподаватель, активист, многодетная мать и бывший член Федерального совета движения «Открытая Россия». Именно за поддержку этой организации Шевченко оказалась на скамье подсудимых. В начале 2019 года против нее возбудили уголовное дело, первое в России по статье 284.1 «Сотрудничество с организацией, признанной в России нежелательной». С тех пор более 500 дней Шевченко находилась под домашним арестом. За время следствия она потеряла старшую дочь. У нее есть еще дочь и сын. Политик Дмитрий Гудков в интервью корреспонденту радио «Свобода» Елене Поляковской так прокомментировал исход судебного процесса. Организацию дебатов держали под домашним арестом. При этом все знают, что из-за следственного комитета, откуда ее не выпускали, она не успела даже к своей дочери, которая погибла. Потом ее держали под домашним арестом, ни за что, ни про что. И вот сегодня ей дали 4 года условно. Но слава богу, что нереальный срок, конечно. Я этому рад, что она все-таки не будет сидеть в тюрьме. Но тем не менее, это не меняет моего отношения к самому делу, что оно абсолютно пустое, сфабрикованное. Оно вообще за рамками какого-либо права, международного, российского права. То есть это абсолютно такое несправедливое, циничное, мерзкое решение властей. Дмитрий, а скажите, вот Анастасия Шевченко стала первой в робный шар, скажем так, да, это дело, по поводу вот этой статьи о нежелательных организациях. Как вам кажется, вот этот приговор, он поставит точку в этих процессах или что-то еще будет в продолжении? К сожалению, нет. Потому что мы должны просто смотреть, что происходит в нашей стране. А уже с 19-го года, по сути, режим отказался от права. Полный отказ от права. Когда у нас уже судят в полиции, когда у нас глухонемого могут осудить за выкрикивание, лозунгов, понимаете. Когда мать троих детей из Новосибирска сажает у нас по Ададинской статье в СИЗО. То есть нет никакого права. Есть абсолютно зеленый свет нашему репрессивному режиму и репрессивным спецслужбам, которые могут делать все, что угодно, и они видят, что государство, режим на их стороне. Все суды, вся пропаганда на их стороне. И даже полицейский, который ногой ударил женщину в живот, и она там в итоге упала, и получила себе сотрясение мозга, даже он не был наказан. Мне кажется, что уже мы вот эту точку невозврата прошли. И знаете, когда преступникам в погонах дают такой карт-бланш, и возможность чувствовать себя абсолютно безнаказанным, это значит, что вот этот Левиафан, он сейчас начнет использовать свою, так сказать, власть направо и налево. Скажите, вот как вам кажется, эта статья про нежелательные организации, вот эта вся вот вакханалия с иностранными агентами, нежелательными организациями, прекратится в ближайшее время, или это все еще будет нарастать? Нет, это все будет нарастать. И, по-моему, совершенно очевидно, что новый тренд, это уже не просто конфронтация с Западом, а это уже, по сути, начало периода, когда мы выходим вообще из сферы международного права. Поэтому я думаю, что все пойдет по нарастающей. Это вот, как писал правильный Владимир Пастухов, четвертая терминальная стадия режима. Это диктатура, сопряженная с массовыми репрессиями, с таким плановым, мессиозным капиталом, капитализмом, полный выход из системы международного права, и до победного конца этого режима будет происходить. Так что это все только начинается. Хочу также напомнить, что у нас приятель Миша Ясилевич, из Нижнего Новгорода, человек, который местный журналист, предприниматель, человек, который когда-то дал свое помещение для встречи в рамках проекта «Движение Голос». И он тоже сейчас сидит в СИЗО. Одно из обвинений – это участие в работе нежелательной организации. Это тоже открытая Россия, хотя к ней он даже и не имеет никакого отношения. Так что это не первый случай. Вот еще обратите внимание на Нижний Новгород. С Дмитрием Гудковым беседовала Елена Поляковская. С момента возвращения оппозиционного лидера Алексея Навального в Россию, его ареста и последовавших протестов, российские власти неоднократно обвиняли международное сообщество во вмешательстве во внутренние дела страны. Посол США в России Джон Салливан в эксклюзивном интервью Настоящему Времени объяснил, почему он не согласен с такой трактовкой. Вот что Салливан ответил Егору Максимову на вопрос об обвинениях со стороны российских официальных лиц и госсми в адрес США во вмешательство во внутренние дела России и даже в финансирование оппозиции. Очевидно, что США не подстрекают российскую оппозицию. Если говорить именно о недавнем деле Навального и связанных с ним протестах, я считаю, что наша проблема с поведением российских властей заключается в следующем. Во-первых, что касается самого Навального. Речь идет об отравлении в прошлом августе с использованием запрещенного химического оружия. А затем, после его чудесного выздоровления, это самое подходящее описание, видя, как близок он был к тому, чтобы скончаться от яда, но все же выжил и выздоровел, после приезда в Москву Навальный был немедленно арестован по обвинению, которое Европейский суд по правам человека еще несколько лет назад признал незаконным и политически мотивированным. Так что это не вмешательство Соединенных Штатов или правительств за пределами России. Это поведение российских властей способствует ухудшению отношений между США и российскими властями. Но российские власти верят, что случай Навального – это внутреннее дело России, и США должны оставаться в стороне. Вы не согласны? Так что вы не согласны? Внутренние дела России. США не заинтересованы в том, чтобы нагнетать противостояние в России или стимулировать протесты, но это базовое право людей – выражать свое мнение, обращаться к государству и выходить на мирные акции протеста. Я могу сказать так и про Россию, и про любую другую страну. Это то, что гарантировано американской конституцией, и то, что мы считаем фундаментальным правом каждого человека. Я бы хотел спросить вас о законе об иностранных агентах. Российские власти усилили давление на многие некоммерческие организации и средства массовой информации, в том числе «Радио Свобода» и «Настоящее время». Как вы оцениваете эти действия российских властей? Более чем спорно. Это самый настоящий вред, который был нанесен людям в России. Средства массовой информации, такие как «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», обременены теперь этими законами. К примеру, требованием включать предупреждения, мешающие содержанию материалов. Последующие штрафы также накладывают финансовую ответственность на СМИ, которые не контролируются властями США. Егор, думаю, вы оцените. Когда я занимал пост заместителя госсекретаря, я помню, что самые сложные вопросы на пресс-конференциях мне задавал как раз журналист «Радио Свобода». Думаю, госсекретарь Помпео меня бы в этом поддержал. Речь идет о фундаментальной приверженности Соединенных Штатов в свободе выражения, свободе прессы. Не создавать препятствий источникам информации, которую получают люди в России. Я думаю, этот вопрос сейчас серьезно обсуждается дома, в Вашингтоне, о том, как в России обращаются со СМИ. Думаю, вы вскоре увидите соответствующий ответ властей США. С Джоном Салливаном беседовал Егор Максимов. У микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». На протестах в поддержку Алексея Навального в десятках российских городов 23 и 31 января и 2 февраля были задержаны по подсчетам ОВД-Инфо свыше 11 тысяч человек. Многие вышли на протесты впервые. И многие впервые попали под дубинки, были задержаны, оказались перед судом и затем под арестом, познакомившись таким образом с российской судебной системой. Кирилл Титаев, ассоциированный профессор социологии права имени С.А. Муромцева Европейского университета в Санкт-Петербурге, вместе с коллегами 10 лет изучал российскую правоохранительную и судебную системы. Под эгидой фонда Алексея Кудрина был даже разработан проект реформа правоохранительных органов. В интервью «Радио Свобода» Титаев описывает мир полиции, Росгвардии, следственных органов и судов, с которыми приходится сталкиваться участникам публичных протестов. В частности, он объясняет, почему Росгвардия действует столь жестко против мирных демонстрантов и кто те судьи, которые судят потом задержанных на митингах. Пять лет назад мы предлагали концепцию реформы Министерства внутренних дел и вообще правоохранительных органов, которая в частности предполагала вывод внутренних войск, которые стали основой Росгвардии, из состава МВД и передачу их в Министерство обороны с, соответственно, превращением их в обычные воинские части, которые занимаются подготовкой к отражению некоторой внешней агрессии, а не работой с собственными гражданами. К сожалению, был выбран другой путь в создание централизованной Росгвардии. И была сделана еще одна страшная вещь, а именно Росгвардии были переданы подразделения ОМОНа. Почему это плохо? Дело в том, что обычный полицейский каждый день видит на улицах реальных людей и с ними как-то общается. Все равно кто-то к нему или реже к ней подходит, что-то спрашивает. В общем, это человек, для которого есть некоторый реальный гражданский мир со своими сложными, неоднозначными проблемами. Для сотрудника Росгвардии на сегодняшний день такого мира нет. Кроме некоторых регионов, где их очень активно привлекают к патрулированию, но, насколько мы можем сейчас судить, эта практика все более и более сокращается. То есть они появляются на улицах только тогда, когда необходимо жесткое силовое противостояние. Это не только политические протесты, это футбольные матчи, это еще подобные вещи. И для них нет вот этого вот ежедневного, повседневного контакта с людьми. Для них люди существуют в двух мирах. Это либо мир домашний, вот там есть я, есть мои соседи, есть мои родственники, или это люди на работе, которые либо коллеги, либо тех, кто страшно нарушает общественный порядок. И как раз ОМОН был таким промежуточным институтом, потому что, с одной стороны, да, они широко участвовали в работе с протестами, в том числе с футбольными матчами, не только с протестами, с футбольными матчами, с другими подобными вещами. Но одновременно они участвовали, ну не знаю, в силовой поддержке задержания опасных преступников. В это, наверное, может быть сложно поверить, но, тем не менее, российская полиция периодически задерживает действительно опасных вооруженных преступников, и там раньше к этому можно было привлечь ОМОН. Сейчас это весьма затруднительно, то есть, по большому счету, их тоже превратили в часть Росгвардии, которая не работает с преступниками, которые преступники-преступники, а которая работает с толпой. И это, конечно, очень сильно убирает любую эмпатию, убирает какую-то возможность понимания и превращает это в некоторую систему, которая заточена на, скорее, карательные, чем помогающие функции. Судьи для демонстрантов. Для многих это первый контакт с судебной системой Российской Федерации. Кто вот эти судьи? Это какие-то специальные судьи, которые выделены на демонстрантов? Судьи, которые рассматривают дела по итогам тех или иных публичных акций, в подавляющем большинстве случаев, это судьи центральных судов города Москвы и немножечко Петербурга. Есть какие-то попытки это все рассредоточить, но поскольку предполагается рассмотрение по месту совершения правонарушения, как правило, просто там нельзя увести человека, который якобы правонарушал на Тверской, в Химке, и тем паче, не знаю, в Слюдянку и в Иркутской области. Соответственно, просто в силу географии протестов или географии некоторых публичных акций, это все падает на очень небольшую часть судейского сообщества. Соответственно, де-факто получается, что основной поток дел, связанных с публичными акциями, проходит через довольно небольшую часть судейского сообщества. Подавляющее большинство российских судей, никаких дел, хоть как-то связанных с политическим протестом, с неполитическим протестом, с митингами и так далее, никогда в жизни не видели в глаза. И понятно, что судьи, которые вынуждены с этим работать, во-первых, определенным образом отбираются. То есть, если председатель суда видит, что человек будет склонен работать по тем моделям, которые для судебной системы сейчас не вполне приемлемы, скорее всего, просто не будет человека такого назначать и отправит его или ее рассматривать гражданские уголовные дела, не связанные с такими вопросами. Во-вторых, изначально на стадии найма, ну, в общем, это те вещи, которые видны. Проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые впервые увидели суд, это не только некоторая специфика политических дел. В целом, какие-то дела, связанные с политической активностью в России, это десятые, может быть, сотые, как считать, доли процента от всех дел, которые рассматриваются российскими судами. Но целый ряд сложностей, которые возникают, это некоторые универсальные свойства российской судебной системы. Это не конкретные плохие суди, это не конкретное предвзятое отношение к протестующим, это то, как работает вообще судебная система в России. Суд традиционно разделяет и экспертов, и показания на хорошие государственные и плохие негосударственные. Де юре каждый судья в России совершенно независим ни от кого, кроме закона, и должен принимать решения сугубо самостоятельно. Де факто судья, конечно же, нанимается председателем, и председатель как играет ключевую роль в процессе найма, так и де факто может судью по большому счету уволить. То есть создать такие условия работы, в которых судья либо уволится сам, либо вынужденно совершит такие нарушения, что будут все основания совершенно законные лишить его или чаще ее полномочий. В ситуации, когда у нас есть вертикаль, и когда у нас есть председатели судов, которые сильно мотивированы на сохранение своего положения, те интересанты, которые есть, в первую очередь в России, и, конечно, сейчас мы говорим не о коррупционном давлении, а о давлении государственном, получают очень хороший инструмент, потому что председатель, во-первых, может что-то там рекомендовать, подсказать и так далее, во-вторых, может определенным образом эти самые дела распределить тем судьям, которые просто в силу личной склонности разрешат их определенным образом. Любой здравомыслящий председатель примерно понимает, как то или иное дело разрешит та или иная судья его суда. Это был социолог Кирилл Титаев. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин на днях выступил с думской трибуны, раскритиковав власти за подавление протестов и гонения на оппозицию. Рашкин в первую очередь говорил о преследовании коммунистов, но упомянул и о так называемой несистемной оппозиции. Рашкин также пожаловался, что власти препятствуют проведению коммунистами акции 23 февраля. В интервью «Настоящему времени» Рашкин высказался о ситуации в России и протестной активности. Что творит власть с оппозицией, неважно в какой партии она состоит, неважно какое движение, неважно кто его возглавляет, это оппозиционно настроенные люди, они есть в стране. А что с ними творит действующая власть, используя государственные структуры, прокуратура, суды, правоохранительную армию, нацгвардии и все остальное. И вот когда я проанализировал, честно говоря, у меня волосы и так их немножко остались, стали дыбом, и по коже пошли мурашки. Это огромнейшая масса, которая созрела на борьбу уже не на кухне, а на борьбу за свои права, в том числе выходя на улицы. И используя право, право собираться мирно, в форме митингов, шествий и выражать мнение свое действующей власти. Это огромная масса. Я считаю, что критическая уже масса, потому что рубеж доверия, рубеж той самой стабильности, о которой говорит правительство, народ говорит, эта стабильность у нас клобищенская, мертвячина одна, вот эта стабильность, она прошла. Люди готовы к активным действиям. Я это чувствую как депутат, как человек, как гражданин. Я не вижу пока изменений во властвующих структурах, чтобы они повели себя по-иному. У нас и 23 числа, практически по всей стране, и в Москве в том числе, нам отказано от официального проведения данного мероприятия. Отказано. А за отказом соответствующие идут и действия силовиков. Это ОМОНы, это Нацгвардия, это, так сказать, автозаки, это дубинки, это всего остального. Это был депутат Госдумы Валерий Рашкин. В Минске закончился суд по делу журналисток телеканала «Белсад» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Обе получили по два года колонии общего режима за то, что выполняли свою работу, ведя стрим с так называемой площади перемен 15 ноября. Журналистки более трех месяцев находились за решеткой. Им вменяли статью организация подготовка деяний, грубо нарушающих общественный порядок. Сотрудница прокуратуры заявила, что журналистки собрали участников акции памяти Романа Бондаренко, который был убит силовиками в своем дворе при задержании 12 ноября, и даже управляли собравшимися и способствовали транспортному коллапсу. Всего в тот день было задержано более 900 участников протестов. Адвокат Катерина Андреева и Сергей Зекратский прокомментировал приговор для радио «Свобода». Мы абсолютно не согласны с приговором, считаем его незаконным и считаем, что Андреева и Чульцова не совершали никаких преступных действий. Они просто вели стрим, прямую трансляцию и рассказывали населению о том, что происходит на площади перемен, где была акция протеста. И, по сути, за это они и были наказаны реальным тюремным сроком в два года. Вы ожидали такого приговора? Сколько требовал прокурор изначально? Мы были абсолютно уверены в невиновности журналистов и требовали оправдательного приговора. Мы очень надеялись, что будет оправдательный приговор, хотя за последние полгода у нас не было ни одного оправдательного приговора по делам, связанным с акциями протеста. Прокурор просил два года лишения свободы. И после того, как вчера прокурор запросил два года лишения свободы, мы, конечно же, уже настраивались на то, что примерно такой же срок даст судья, поскольку снова тенденция последних приговоров судов говорит о том, что судей очень часто дают ровно столько, сколько просит прокурор. Поэтому, да, мы были к этому готовы, хотя надеялись, что произойдет чудо, что судья услышит наши доводы и вынесет оправдательный приговор. С Сергеем Зекратским беседовала Екатерина Прокофьева. 16 февраля Служба безопасности Украины уведомила о подозрении живущего в Испании украинского блогера и политика Анатолия Шария. Его обвиняют в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Шарию может грозить от 12 до 15 лет лишения свободы. Как подчеркивает в СБУ, Шарий, регулярно выступая, в том числе и на российских телеканалах, занимается дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространяет недостоверную информацию об инициативах украинских властей и событиях на востоке страны. Следователи инкриминируют Шарию подрывную деятельность против Украины и полагают, что он действовал в интересах российских спецслужб. Рассказывает Владимир Ивахненко. Следователи службы безопасности Украины называют Анатолия Шария пропагандистом, отмечая, что он оказывал помощь России в проведении специальных информационных операций против Украины. Шарий проживает уже около 10 лет в странах Евросоюза. В 2012 году он получил в Литве статус беженца, заявив о якобы своем политическом преследовании на родине. С 2014-го Шарий в своих видеороликах в социальных сетях дискредитирует Евромайдан, украинских военных и власти. В 2019 году у блогера в Украине появилась своя партия. Часть украинских экспертов считают Шария проектом Виктора Медведчука, кума российского президента Владимира Путина и одного из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь». Другие эксперты называют Шария проектом Кремля. Слово украинскому политологу Олегу Саакяну. Судя по политическим телодвижениям информационным господина Шария, можно предположить, что это не медведчуконская криатура, а его взаимодействие постоянно с российскими медиа и присутствие в украинском поле с российскими нарративами, распространяя их, скорее надалкивает на мысль, что это все-таки российский инструмент влияния, а не внутренний. Как удалось Шариюм, находясь за тысячи километров от Украины, создать свою политическую партию? Это дух времени, который предполагает сетевые структуры, который дает поле развернуться тоталитарным сектам и возможность лидеру взаимодействовать дистанционно. Шарий сыграл на разочарованности части общества, сыграл на их ущемленных чувствах и канализировал их через собственные медийные инструменты влияния в такой квазиполитический проект. Это не что иное, как технологии построения медиа-секты. Судя по различной информации в медиа, мы можем предположить, что преимущественно это российское финансирование. Ведь господин Шарий очень часто резонировал с их интересами в Украине, а после резонировал с интересами России внутри, не ее выступая там на телевидении. Факт участия Шария в травле Навального в России подтверждает его работу на российские власти. Убежден украинский публицист, блогер Сергей Иванов. Естественно, это определенного рода эвентуальное доказательство. Любой человек, который видел его контент, изучал, он понимает, на чьей стороне играет Шарий. Например, о том, что сепаратисты не сбивали малазийский «Боинг» из русского «Бука», и что это могли сделать наши военные. И когда выдавались российские танки за украинские и так далее, есть прекрасное расследование. По-моему, информ на Палман нашего волонтерского ресурса по этому поводу. И там все это систематизировано. Там, где он живет, люди не знают, кто он есть на самом деле. Как только они узнают, я думаю, что все вопросы с депортацией, с экстрадицией будут решены моментально, и будет пересмотрен вопрос политического убежища и так далее. Ему останется только один путь, потому что мы прекрасно понимаем, что он должен будет приехать в Россию и разделить компанию наших ренегатов, которые там скрываются и оттуда бякают. Говорил публицист Сергей Иванов. Согласно информации члена наблюдательного совета компании «Укрзалезница», бывшего депутата Верховной Рады Сергея Лещенко, который ссылается на свои источники в правоохранительных органах, офис генпрокурора Украины уже готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании и объявление его в розыск по линии Интерпола. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свободы» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Валентин Барышников. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Студия подкастов «Радио Свобода». Радио Свобода. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.